Приветствую вас. Смотрите. В первую очередь вам необходимо определиться со следующим. Если вы хотите, чтобы мужчина за вами бегал, то это является формой манипуляции. То есть, искусственного корректирования отношений. Что значит искусственное? Искусственное это значит корректирование отношений и придание им такой формы. Я имею ввиду предание отношений в такой форме, которые не соответствуют действительности. Действительности, к сожалению, не соответствуют действительности. И последствия у выстраивания отношений таким образом могут быть далеко не самыми приятными. Далеко не самыми хорошими. Именно последствия. Потому что, например, со временем мужчине перехочется за вами бегать. И что вы будете делать тогда. Со временем, может быть, вам перехочется и перехочется, чтобы мужчина бегал, опять-таки, за вами. А он будет это делать. Ну и так далее. И вообще, в целом, для выстраивания здоровых отношений, лучше, конечно же, чтобы они выстраивались. Естественно, чтобы они выстраивались корректно, чтобы не было каких-то искусственных факторов, влияющих на отношения, вот таким образом. Не совсем позитивно. С другой стороны, если вы все-таки хотите, чтобы мужчина за вами бегал, что в таком случае, первое, что вам необходимо, это, условно говоря, допустить до себя, его потребности. Потребности мужчины. То есть определить, что мужчина, вообще-то говоря, хочет. Что мужчине, вообще-то говоря, нужно. Вот, исходя уже из этого, из того, что мужчине нужно, вы и сможете, продемонстрировав ему возможность удовлетворения его потребностей, вы сможете замотивировать его за вами бегать. Конечно, при условии, если его потребности вы идентифицируете правильно. При условии, если его потребности, потребности мужчины, вы сможете увидеть и понять верно и доступны для него язык. Вы сможете донести до него возможность их реализации. Возможность их удовлетворения. Если вы сможете это сделать, то ваша задача будет решена. Если вы сделать этого не сможете, то сделать так, чтобы мужчина за вами бегал, у вас не получится. Как видите, в некотором смысле все просто, но в некотором смысле не так. Просто как могло бы быть, если бы вы, к примеру, действовали, ну, скажем так, более естественно. Если бы вы, более естественным образом себя вели, если бы вы решили, решили бы для начала свою проблему, спросив себя, как, собственно, почему я хочу, чтобы машина за мной бегала. Почему мне этого хочется. И вот уже, опираясь на эти моменты, и выстраивали бы, корректировали бы свое поведение, свою модель поведения. В том числе и по отношению к человеку, который, по идее, вам нравится. То, согласитесь, несколько странная получается история. Мужчина вам нравится, но вы, вместо того, чтобы проявлять к нему эту самую симпатию, просто пытаетесь его посытить и его по себе починить. Ну, далеко не самая лучшая позиция. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.